Против! Наша команда – это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Ярик, мне кажется, это будет бесконечно продолжаться. Я думаю, что да, но вот остался один паренек, и сейчас мы быстренько убежим через торговый центр. Друзья, посмотрите, какой человек нас посетил к стадии плей-офф. Это Амиран. Вот кто ты? Отец, основатель, навид джуниор, тренер. Можно просто тренер. Тренер, навид джуниор. Действительно. Хотелось с тобой поговорить о мажоре и о всем, что тут происходит. Расскажи, вот ты сейчас прилетел на первую игру как раз Na'Vi. Можешь коротко рассказать, как тебе стадия легенд, как тебе команды, которые прошли в плей-офф? На самом деле, уровень Counter-Strike очень хороший. Особенно Na'Vi, я не скажу, что удивили, но они показали очень крутую игру. Обыграли все игры достаточно без шансов, наверное, поэтому они фавориты. Еще бы, наверное, выделил команду G2, которая очень круто отыграла. И это, наверное, два главных фаворита, мне кажется, этого турнира. И команды, которые могут навязать, это, конечно, Vitality, Heroic и Gambit, конечно. Да, то есть, вот три команды, я думаю, пять претендентов на победу, Na'Vi фаворит, потом G2. Да, стоит заметить, что мы сейчас пишем это интервью в перерыве между первой и второй картой Gambit и Fury. Поэтому мы еще не знаем исход этого матча, поэтому, в общем-то, так и говорим. Вот мне интересно, ты назвал все-таки G2 и Na'Vi самыми сильными командами, на твой взгляд, главными фаворитами. Почему? Что отличает их игру от игры всех остальных команд? G2 видно, что поменяли стиль после серии Неудач. Они достаточно скриптовый Counter-Strike показывали, а сейчас видно, что он остался, но появилась у игроков большая свобода. Соответственно, звездные игроки, как Ника и Хантер, могут как раз себя показать в этих моментах. До этого они достаточно были закрыты в структуре своей, и, ну, если кто-то не раздаст, тяжело было. И видно, что они, наверное, пообщались, решили поменять подход, и это дает плоды плюс. Для меня важный показатель. Да, Котовица было два года назад, но буквально недавно был Кёльн, в котором G2 тоже очень круто играли. В финале проиграли Na'Vi, и на самом деле была на каждой карте борьба. Поэтому для меня на лане фавориты именно G2 и, конечно, Na'Vi, потому что ребята показывают фантастический кайс в последнее время. По всем фронтам или ты мог бы выделить какие-то тоже изменения, которые привели к тому, что они стали все-таки сейчас топом? Ну, в первую очередь, понятно, это работа Андрея, но они не то, что меняются, они постоянно что-то улучшают, что-то добавляют. Это, как сказать, эволюция команды сейчас происходит. И сейчас, я думаю, сейчас они на самом пике. И понятно, что они там что-то нового придумывают, но в общей структуре Na'Vi постоянно мне нравится что-то интересное, что-то новое на каждой карте. Как они хорошо сейчас поработали над оверпасом. Я уже не думаю, что кто-то будет пикать. Посмотрим, может, сегодня Виталити рискну, но мне кажется, будет это глубокий. Поэтому Na'Vi в первую очередь сильны своей подготовкой, подготовкой к сопернику, индивидуальной, конечно, формой, потому что если сейчас посмотреть на статистику, троица у Na'Vi в очень серьезной форме. Ну и Валера, конечно, радует. О нем я и хотела поговорить. Валера закончила стадию легенд на первом месте среди всех игроков и ты как раз был тем человеком, который открыл его, как говорят, даже в шоу-бизнесе. Можешь рассказать тоже вот короткую историю первых ваших каких-то коммуникаций, как все начиналось в Na'Vi Junior и как все перешло вот к тому этапу, когда вы все-таки произвели этот трансфер, который многое поменял в жизни команды? Вот там на самом деле это супердолгая история там на выпуск можно растянуть, но коротко мы увидели парня, то есть я искал демки, но не мог его найти. Потом кто-то посоветовал посмотреть его. Я сразу сказал, нет, это так не работает, потому что мы берем только по скиллам и так далее. И потом случайно увидел ник, который я как раз искал. Посмотрел пару демок, побочался с Валерой и ну в нем виден был огонь. Сколько-то лет назад было? Это было два года назад. Я его взял, когда он был 16. И Валера лучше всех работал, больше всех старался. Он очень, как сказать, скрупулезно к своим тренировкам подходит. Он очень много играет. он перерывчик и поиграет. И, наверное, за счет этого у него все получается, потому что игроки делятся на много, знаешь, в разных видах. Для кого-то мотивация – это деньги, для кого-то мотивация – поездки, для кого-то мотивация – просто быть в Na'Vi. То есть у Валеры мотивация – это просто играть и быть лучшим. Наверное, этого выделяло всегда среди других ребят. плюс ну вот он чувствует эту игру. Это то, знаешь, как бы то, чему тяжело научить. Талант. Дано тебе природой и тебе надо просто открыть вот эти неизведанную его силу. Он сам не понимает. И как бы было непросто, но я очень рад, что с него получился очень крутой игрок. По поводу трансфера проблемы были в первой команде, думаю, все знают. И очень долго общались с Андреем, с руководством, как это все сделать. И вот Андрей придумал систему по одной карте. Давайте посмотреть, потому что ну все нельзя. Плюс Валера не очень начал выступать. Да, они выиграли турнир большой, да, бласт. Но он не показывал таких результатов. Но видно было, что ему надо просто вот время поработать. И я очень рад, что он воспользовался шансом и занял железное место в основе. Надо сказать, что мы с Амираном друзья. И когда еще в то время, когда только открывал Валеру, он часто говорил Валера, Валера, Валерчик, Валерчик будет классным игроком. Поэтому мы, в принципе, о нем услышали еще давненько и верили. Вот расскажи все-таки о таланте игрока. Ты как человек, который открывает эти таланты. Вот он существует? Или это просто достаточный уровень старания, усидчивости и трудолюбия? Есть разное. Смотри, игроки делятся на несколько тоже видов. Кому-то дано макро понимание, как хорошо двигаться по карте, куда перетяжки. Кому-то дано наоборот микро. А допустим, вот Валерия, у него очень высокое микро, он круто очень стреляет. Есть как бы общая, знаешь, тебе дано и то, и то. Ты чувствуешь эту игровую вселенную, если можно так сказать. Там каждый угол. И вот он был, наверное, с третьей части, но у него не было знаний. Это была проблема, но... Неограненный алмаз. Да, но как бы наш проект в этом и заключался, чтобы найти, потому что нет игроков, которые уже знают все, особенно там 15-16 лет. И задача была найти как бы сильных игроков с сильными базовыми скиллами, то, что природное. А там уже как бы работа тренера, организации все вместе, да, потому что как бы играть, научиться это классно, но важно еще быть хорошим тиммейтом, быть лояльным к организации. Конечно, быть коммуникабельным, потому что куда-нибудь на то. И весь этот комплекс как бы и нави, и медиа-отдел, там, маркетинг к нам приезжал на лекции, ну, и кс, конечно, да, все это вместе дало, я думаю, результат. Поэтому нельзя только на кс фокусироваться, да, потому что надо развиваться всесторонне. У тебя были какие-то такие отцовские практические эмоции, когда ты видел, как Валера поднимает кубки уже с основой нави, или когда ты понял, что он вышел в плей-офф мажора, да, еще с такой статистикой. Конечно, каждой победе я его радуюсь, но мне очень приятно, что наш воспитанник очень хороший парень, он добивается успеха, и я рад, что основная команда его в первую очередь тоже ценит. И это важно для молодого игрока, поддержка более именитых игроков, так как Саша, Денис, Андрей и так далее, да, то есть ребята все поддерживают, помогают там, и весь комплекс превратился, как бы сказать, в такую пушку. Он вдохновляет, его, например, вдохновляет, вот других воспитанников, знаете, джунир, знаете, конечно. Это показывает то, что мы не просто это сделали для рекламы или там спонсорский какой-то пакет. схема работает. Конечно, это работает схема, я очень рад, что мы первыми это начали делать и, как вы видите, сейчас почти у всех команд своей академии. Скоро академка, кстати, лан-финал, там Нави Джуниор будет играть. Да, и у нас есть новые хорошие таланты, которые, уверен, в будущем тоже пополнят или Нави основу, или какую-то другую европейскую или СНГ команду. Окей, хорошо, мы собираемся уже на матч, потому что сейчас играют еще Гамбит Фурия и потом первый матч Нави в стадии плей-офф. Будем болеть, кричать, надеемся, не сорвем голоса, поэтому поехали, друзья, все вместе. Ты собираешь девайс на свою первую игру на сцене Мажора? Да. Ты вчера был в арене. Прочувствовал этот вайв? Да, был вайв прикольный, особенно, когда не поиграли, потому что домашняя арена все-таки. Мне кажется, кстати, сегодня еще больше игрек. Возможно. Просто я знаю, что с Россией было сложно прилететь сюда, в Швецию. Из Украины много, ну вообще из страны, да? Да, да. Ну, русскогурядочих очень много, это уже знает. Есть ощущение предвкушения самой игры? Да, хочется сыграть. Тем более, Виталийца. Тем более, такой оппонент, да, принципиальный? Ну да. Классный. Классный матч был. Прикольно. Классный матч или классный оппонент? Оппонент вообще супер. Если я видела, Апекс в шортиках на пробежничку ходил. Отлично. Вы занимаетесь спортом. Вы сегодня тоже гуляли, да? Вы скажите, это ваша традиция. Когда спортом будем заниматься? Уже? Ну, Омбанка решает. Сними, какая банка у меня. Омская. Вот, Омская банка. Шоколадку выше? Ну, зрителям, да, что, что зрителям? Темный шоколад, не реклама. Темный, полезный. Ну, вы справитесь. Ну, и, конечно же, обычная водичка. Это же Алексей Костель. Готовы ли вы, чтобы завести толпу? Готовы? Красавчик. Панч готовил? Ты, в общем, ты понимаешь, что мне сегодня написали? Говорят, ты давно Элика не назвал красавчиком. Поэтому красавчик. Готов? Серьезно? Да? А у нас был там свой прикол, да? Когда? Давно? Да, тут точно не скажу, но было. Красавчик. Готов. Нет, это ты. Послушай, красавчик, ты тоже красавчик. Звучит хорошо. Звучит хорошо? Ну что, красавчики, вы готовы? Да, готовы. Только вот честно. Конечно, красавчик. Все четко, нету никаких изъянов, сегодня не было? Может, мы с той ноги встали, мы то съели, что тут там не так происходит? Принесем? Я не запоминаю, с какой ноги я встаю, поэтому не важно. Ну, все это да. То есть, ты готов, красавчик? Нет. А ты, красавчик, готов? Конечно, красавчик. Ну все. Слушайте, как вы относитесь к тому, что реально там кто с плакатами, кто-то кричит, зарезать невозможно? Да, это всегда такое было, и очень странно, что только сейчас на это начали обращать внимание. Машеланов давно не было, и люди уже, наверное, забыли. уже забыли, что происходит. Люди думают, что везде с заговор, все друг друга пытаются обмануть. Там даже написали четко ряд и место, один тип человека, который за героев топил и держал вот этих плакаток, сигнал им вчера подошел. Да, но я сегодня буду ходить по залу, я вам серьезно говорю, если я увижу какую-то нечестную... Леха даже не стесняется, он просто А и Б написал, по-моему, два плаката. А и Б. Так это же так и было, это же так писали. И С еще, это МИД. Короче, жестяк. Мне знаешь, что сегодня написали битву в личку? Что? Эй, придурок, еще раз тронешь его козла? Я тебе серьезно говорю, клянусь, я говорю, ого. Команером. Ну что, брат, вот и настал тот день. Когда ты собираешь свой ранец, в бой, управляешься, как видим, клаву складываешь, заряженную, да? Конечно. Слушай, что думаешь по поводу того, что писал девайс, что зрители подсказывают? Нет, ну это было всегда так. Просто когда кабинок нет, то кидаешь каешку, попадаешь, слушаешь в зал, кидаешь каешку, смотришь на зал, зал белый, слепой. Ну знаешь, и белее. Опа, значит там есть и пуля. Слушай, нормально. Залы, тупо все белее. Все, мы все должны знать фичи. Мы уже рассказали им. Вот это лайфхаки, вот это лайфхаки подъехали. Исторический момент, две машины в коридоре. Он сейчас разорвет. Две машины в одном лифте не поедут. Безусловно. Нас так объявляют в прошлом влоге, что все говорят про финал. Рано. Чей-то много. Нам Рина какого? Hello, guys. Hello, girls. Hello, everyone. Hello, dog. Beautiful. Thank you. Собачка. I miss my dog. One year. The story of CS. Go. Когда-то это были документальные фильмы на Netflix. Да? Все будут дедами. Hi, guys. Hi. Мы зашли в нашу комнату, где командуются ждать, пока их заберут уже непосредственно на сцену. Тут у нас есть скромные снеки, плазма. Тут мы проведем, надеюсь, не очень много времени. Ну что, ребята, уже санили места на сцене. Они играют справа, я играют спиной в сцене. Я играют уже с ними. Я искал, it's a success team for men. So, 2-0. I like it. I like it. Now, what are we going to say here to make this round raw for NAVI? We got some NAVI charts. NAVI! NAVI! There we go. Nice and easy. Nice and simple. Well, let's see if NAVI get the win. Thank you for your support. It's always to see how it all goes down. Let's see how it all goes down. We go back to you. I see how it individual support. I see what I'm Alden from my self to more firmware. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое! Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо за просмотр! DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok